Сейчас мы поговорим о таких событиях, которые называются «Аль-Исра» и «Аль-Меградж». «Исра» — таким словом называется путешествие, пророк Алей-Исалатул Салам, из Мекки в Бейт-Аль-Меградж, то есть то, что он называет в Иерусалиме. «Аль-Меградж» — это вознесение пророка Алей-Исалатул Салам из Бейт-Аль-Меградж на небеса. В одной из ночей мы не знаем, что это было за ночь. Но даже если бы мы знали дату этой ночи, мы все равно не могли бы делать что-то в ней особо. Джибрил явился к пророку Алей-Исалатул Салам. Вместе с ним было животное, которое называлось «Бурак». Пророк Алей-Исалатул Салам сел на это животное. И оно понесло его из Мекки в Бейт-Аль-Меградж. Потом, когда он добрался до Бейт-Аль-Меградж, оттуда пророк Алей-Исалатул Салам вознесся на небеса, на седьмое небо. Он поднялся до седьмого неба. Во время его восхождения он проходил через пророков. Аллах Субхану Алей-Исалатул Салам в эту ночь говорил с ним. И Всевышний Аллах возложил на него и его ум в совершении пятидесяти намазов в день. Пророк Алей-Исалатул Салам начал спускаться. И когда он проходил мимо Мусы, Муса в мире ему спросил пророка Мухаммада Салаллаху Алей-Исалатул Салам, «Какую обязанность возложил на тебя Аллах?» Он сказал «пятьдесят намазов». Муса посоветовал пророка Алей-Исалатул Салам вернуться к Аллаху и попросить у него облегчения. Пророк Алей-Исалатул Салам вернулся к Всевышнему Аллаху и Аллах Субхану Алей-Исалатул Салам облегчил ему, сняв с него обязанность, сняв пять намазов с него. Он снова вернулся к Мусе, мир ему. Он снова посоветовал ему вернуться к Господу его и попросить облегчения. Он снова вернулся к Аллаху Субхану Атали. Аллах Субхану Атали уменьшил количество намазов еще на пять намазов. И вот так он продолжал просить возвращаться к Аллаху Субхану Атали, пока количество обязательных намазов не дошло до пяти. И Мусе опять сказал ему, вернись к твоему Господу и попроси еще облегчения. Пророк же ответил, саллаху алей-Исалям, я уже стесняюсь моего Господа. Всевышний Аллах вменил в обязанность вот эти пять намазов, но они по награде своей равны пятидесяти намазов. Пророк алей-Исалям вернулся в Мекку и сообщил людям о своем путешествии из Мекки в Байт-Уль-Макдис. Но жители Мекки не поверили ему и стали издеваться над пророком алей-Исалям-Атуссаром и сказали про него, что он лжец. И даже те, которые приняли Ислам, отступили от веры, когда услышали об этом, пришли к Абу-Бакру и сообщили ему о том, что, как говорит пророк алей-Исалям-Атуссар, сообщили ему то, что говорит пророк алей-Исалям-Атуссар, что он ему рассказал. И Абу-Бакр дал им следующий ответ. Если пророк алей-Исалям-Атуссар сказал эти слова, значит, это правда. И вот с этого дня стали называть Абу-Бакра ас-сиддик, то есть правдивейшим. Первый намаз, который совершил пророк алей-Исалям-Атуссар, это обеденный намаз ас-духр. Это событие произошло за три года до переселения пророка алей-Исалям-Атуссар в Медину.